Живая музыка, улыбки гостей, приятная атмосфера. Здесь всегда хорошо, но этот день особенный. Лобинскому выставочному залу 10 лет. По случаю юбилея поздравить его сотрудников приехали десятки поклонников искусства, партнеры и друзья. Среди гостей много знакомых лиц художников, членов Армавирского творческого союза. Сегодня юбилей нашего выставочного зала в городе Лобинске. 10 лет исполняется. Мы с самого начала, Творческий союз художников России, Армавирское отделение, сотрудничаем с этим залом. У нас родилась даже такая идея, проводить каждый год «Земля и люди» выставку, краевую. Уже на протяжении 6 лет эта выставка проходит. Самое хорошее впечатление у всех художников. У нас такие пожелания, чтобы этот выставочный зал перерос в картинную галерею. Для этих целей мы сегодня подарили больше, вот подарок висит на стенах, больше 20 художественных произведений. Но это начало. И думаем, что в процессе становления галереи мы будем участвовать и также делать подарки, чтобы в городе Лобинске была настоящая картинная галерея. Это поистине обитель творчества, обитель искусства, обитель хорошего настроения и ярких интересных событий. Я желаю выставочному залу только процветания, только всевозможных самых интересных свершений. Такой юбилей не остался без внимания главы района. Игорь Чигаев пришел поздравить коллектив и преподнес подарок. Мне приятно вдвойне, что в моей большой команде есть такие люди, как вы, Валентина Вячеславовна, и ваши единомышленники, которые готовы к креативе, которые готовы зажигать, чтобы и жители, и гости города, и почетные гости, как вы, и в Краснодаре, знали, какие мы мощные, креативные, какие у нас хорошие получаются продукты. От этого много связи. Шикарное кресло от главы района станет украшением зала, тем более, что в скором времени здесь должна появиться музыкальная гостиная. О комфорте в жаркие дни позаботился глава городского поселения. Александр Курганов вручил сертификат на сплит-систему. Прекрасный праздник. Десять лет нашему выставочному залу. Ну, наверное, не такой уж и большой срок. Но как этот зал ремонтировался, как он становился, и как он выглядит сейчас, конечно, это заслуга. И прежних руководителей, и, конечно, несомненно, Валентина Вячеславовна. Поздравляю вас с праздником. Спасибо вам большое за то, что вы не стоите на месте, а стоято самосовершенствуйте и приводите здесь все в порядок. И, конечно, наводите именно такую красоту и креатив в этом здании. Девять лет выставочным залом руководила Ирина Медалина. Она не понаслышке знает о тонкостях работы с творческими людьми и почитателями талантов. Сегодня она не просто гость выставочного зала, а давний друг и коллега. Выставочный зал – это, конечно же, не работа, это образ жизни. Каждое время вносит свои изменения. Сейчас выставочный зал получил новое дыхание, новый формат, может быть, в общем, довольно интересный. И я думаю, что еще для творчества очень много-много-много возможностей. Тем более коллектив выставочный зал во главе с Валентиной Подсевной. У них есть все для этого посылки. Валентина Подсевная считает, что главное за эти годы не количество мероприятий и выставок, проведенных в этих сценах, а дружеские творческие связи, которые становятся крепче. Это такой у нас первый юбилей, молодой юбилей, потому что 10 лет и в жизни человека это все только начинается, еще такое детство, а в жизни учреждения тем более. Мы подводим предварительные итоги. И самая большая заслуга наша – это та творческая дружба, которая у нас возникла за эти годы с художниками, с творческими людьми, с жителями нашего города и гостями нашего города и района. Валентина Подсевная стала членом Творческого союза художников России, Международной федерации художников ЮНЕСКО в секции галеристов. Документ, подтверждающий это, ей вручили в торжественной обстановке. Каким бы ни был руководитель, замечательным, какие бы я планы ни строила, но все помнят, что один в поле не воин. Вот мне с коллективом повезло. То есть они мои правые руки, ноги. Рина Дмитриевна у нас душа нашего выставочного зала. То есть она сама доброта, интеллигентность. Мы на нее равняемся и стараемся брать с нее пример в своей жизни. Она с достоинством живет в нашем городе. Рина Ходус работает в выставочном зале с момента основания, а Ольга Аманова шесть лет проводит экскурсии. Ольга Владимировна, прошу аплодисменты. Вот самые мои замечательные, близкие люди. Большое спасибо и большой поклон. Среди почетных гостей заведующая домом Дангулова. Его связывает многолетняя дружба с Лобинским выставочным залом, благодаря которой не только идет обмен опытом, но и рождаются уникальные выставки. Мы сотрудничаем все эти 10 лет очень плотно. Мы передаем им наших художников, они делятся своими. Получаются уникальные, прекрасные выставки. И мне очень нравятся новые позитивные изменения в вашем выставочном зале. Помещение просто прекрасное. Когда увидела первый раз, приехала, у меня просто не было слов. Настолько оно красивое, здесь какая-то вот сохранилась определенная аура. Первый юбилей выставочного зала прошел в новом формате с музыкальным оформлением. Своим творчеством поделилась гостья из Ставрополя. Живая музыка звучала и в исполнении преподавателей Лобинской детской школы искусств. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания Лоба.